Сегодня у меня ощущение, что критика либерализма разделена на две линии. Одна представляет собой глубокие исследовательские опыты, искания, а другая — это какая-то тенденция культурная, культурологическая, иногда может быть слишком поверхностная. С одной стороны, есть теоретики, главные критики неолиберализма, Антонио Негри, Эрик Хабсбаум, Слава Жижик. С другой стороны, есть модные тенденции на Че Гевару. Это разные вещи. Понимаете, что такое либерализм? Если вы не являетесь бизнесменом, который ведет бизнес на международном уровне, даже если вы ведете бизнес на национальном уровне, вас просто режут. У этого процесса есть несколько типов реакции на это. Сидит ученый, философ, мыслитель. Вообще-то резать живых людей немножко нехорошо. Это ученые, философская критика либерализма. Но когда вас режут, вы кричите. У нас был замечательный либерал, очень умный человек, который очень сильно поумнел за последние 10 лет. Но когда он еще был, и поэтому ушел из политики. Когда он был еще либерал, ему сказали, что в результате ваших решений шахтерам нечего есть. Он сказал, в чем проблема? Пусть идут в лес, собирают грибы, заготавливают ягоды. Цитата. Не проблема. Вот когда людей сбрасывают в такие условия жизни, они начинают кричать. Философ кричит на своем языке, рабочий кричит на своем языке. Студент кричит на своем. Студент надевает чай-гива. Рабочий там выходит на митинг или просто бьет кого-то в подворотне. Или тихо спивается. Тоже вариант. А либерализм это уничтожение лишнего населения. Собственно говоря, от доведенной до крайности он от фашизма не отличается. Тот же самый крупный бизнес, те же самые враги. А враги очень просто, очень понятно. Потому что население-то протестует против своей бедности, своей отодвинутости. Значит, нужно его отвлечь на каких-то врагов. Проще всего найти врагов по национальной почве. У вас союзники в этой жесткой, бескомпромиссной борьбе есть на Западе? Вы знаете, вот у нас был такой великий поэт Иосиф Бородский. Когда он долго уже пожил на Западе, его в одном из интервью спросили, какой у вас был самый сильный шок от жизни на Западе. Он сказал, вы знаете, то, что по-английски тоже можно сказать глупость. Вот я, работая очень плотно с западными аналитиками с 90-го по 96-й годы, для меня был шок другой, что, оказывается, по-английски про Россию можно сказать не глупость. Наверное, есть, потому что либералов там тоже не любят. Но, понимаете, развитые страны — это бенефициары, это выгодоприобретатели от либерализма. Поэтому это маргинализовано. Это отодвинуто на уровень мыслителей-философов или на уровне молодежи. Иногда в кино был даже фильм недавно, называется «Корпорация война» с женом Кюсакова. Да, 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 вот это очень все правдоподобно. Но, с одной стороны, сейчас в развитых странах происходит чудесный процесс размывания среднего класса. Ну, размывания в приводе об нищении, потому что индустриальным технологиям, для индустриальных технологий каждый человек был абсолютной ценностью. Ее нужно было отловить, обучить, поставить к станку, мотивировать и еще создать ему комфортные условия, чтобы ему было хорошо работать. Потому что каждый человек был источником прибыли, практически каждый. Соответственно, из-за того, чтобы его мотивировали, вырос западный средний класс. Поэтому политика развитых стран была абсолютно социалистической внутри своей страны и абсолютно либеральной, но в отношении осваиваемых стран. В отношении третьего мира, куда был сброшен второй мир социалистический. Сейчас информационные технологии сверхпроизводительны. И выясняется, что они нужны. Средний класс не нужен. Не нужно столько рабочих рук. Достаточно иметь узенький слой элиты, которая занимается управлением наукой, культурой, чем-нибудь еще. Достаточно иметь людей, которые обеспечивают работу в системе жизнеобеспечения общества. А все остальные, они лишние. Сейчас главная проблема, которая стоит... Это лишние люди не с точки зрения русской классики. Это люди, существование которых это чистый убыток, чистые затраты глобальных корпораций. Они этим корпорациям больше не нужны. Невыгодны. Невыгодны. Значит, вопрос, как их утилизировать, чтобы, а, они не возражали, и, б, чтобы самим не чувствовать себя эсэсовцами-людоедами. Вот эта проблема, которая сейчас, она ощущается очень болезненно. Выхода нету, потому что даже глобальные финансовые сети, они оказались расколоты примерно пополам. Одни люди говорят, что, ребята, вот есть прекрасный опыт Африки. Как мне говорили люди, интеллигентные люди в галстуках, в башечках, в костюмчиках. Ну, практически нормальные люди говорят. Слушайте, какое счастье, что вот в Африке так вот распространились все эти болезни, потому что, значит, это была бы демографическая бомба хуже арабского мира. Это цитата. Вот, с другой стороны, а есть чудесный опыт Латинской Америки, где людей, значит, запрессовывают в фавелы, в трущобы, и slim people, люди трущоб, это, их поведение описывается не столько социальными, сколько биологическими факторами. Есть вторичная социализация, но это вот просто банды. Это человеческое крошево. Это не описывается нормальным человеческим языком. Вот, а есть чудесный опыт Европы, потому что, смотрите, героин заменяют метадоном. Разница, с героином 30% можно вернуть, с метадоном возврата нет. А с другой стороны, чудесная страна Швейцарии, где разрешили больным выписывать героин на всенародном референдуме. И одновременно с этим Швейцария вступила в шенгенскую зону, не будет членом Евросоюза, с декабря месяца прошлого. Понятно, что хваленой честности швейцарских врачей под давлением всей европейской наркомафии, особенно косовской, хватит лет на пять максимум. А дальше это будет такой наркотический курорт. Все. Это еще один способ утилизации. А другая часть этих же самых систем говорит, что, вы знаете, глобальных финансовых сетей, но как-то так нельзя, потому что они же тоже люди. Это мне напоминает раскол в старых мафиозных семьях, когда главным бизнесом стали становиться наркотики, и часть руководителей семьи сказали, нет, мы не будем продавать наркотики детям. Это нельзя. Проституция, пожалуйста, но вот наркотики нет. И они были уничтожены, потому что это было нерентабельно. Их позиция была менее рентабельна. Вот в глобальных финансовых сетях происходит что-то подобное. Но это неоднозначный процесс, потому что одновременно с этим происходит парадоксальное явление все больше стратегических решений принимается на некоммерческой основе. Глобальная шизофрения, с моей точки зрения, Европы. Глобальное потепление. Никто не знает, что это такое, потепление ли это или нет, чем это вызвано, но выбросы нужно сокращать. Господин Строуп Телбот, я его слышал, он произнес чудесную фразу. Факты не должны мешать нам. Понятно, да? Чем это отличается от построения коммунизма через 20 лет, я не очень понимаю. Но это новая идеология. Они реально переходят на альтернативную энергетику, даже когда экономически эта альтернативная энергетика не выгодна. То есть решения принимаются не то, что в нервничную основу, но на идеологической основе. То же самое мы видим в Китае, то же самое в отношении других вещей мы видим в некоторых странах Восточной Европы. Это очень интересно. Решения становятся некоммерческими, идеологизированными. Может быть, это тоже проявление перехода от индустриальных технологий к информационным. Это переход от снижения значения прибыли. Деньги теряют значение, информационные технологии приобретают значение. Прямое формирование сознания становится более важным, чем раньше была прибыль. Может быть. Это не до конца проявившаяся тенденция. То есть как в химической реакции, реакция идет в обе стороны. Просто одно из направлений реакции преобладает. Вот пока не ясно, какое преобладает.